Ежегодно в этот день город Брест преображается и готовит праздничные мероприятия для своих жителей. В этом году концертные программы, а также торжественный парад обещают быть особенно ярким и запоминающимся. Но не только город, но и его жители ведут активную подготовку к грядущему празднику. У меня внук учится в институте пограничной службы, и он в этом году будет принимать участие в параде. Поэтому, естественно, день такой, что мы ждем, любим этот день, чтим. Это всенародный праздник, праздник нашего государства, и очень ответственный такой праздник. Поэтому будет в городе какое-то, я думаю, гуляние обязательно, какое-то празднование будет для всех людей, и обязательно тоже пойду. Участие берестейцев в мероприятиях, посвященных Дню независимости, доказательство того, что люди считают себя частью единой страны. И чтут память воинов, проявивших смелость и волю к общей победе. Вспомнить истории нашей страны, военные годы, героическую борьбу с фашизмом уже завтра соберутся ветераны, жители и гости города над Бугом. Это очень важный для нас праздник. У нас проходит очень много различных событий. Выходные люди отмещают этот праздник. Для Беларуси это очень значимый праздник, поэтому мы стали уже как бы суверенным государством. Сами для себя все хорошо, так что я считаю, что это очень значимый праздник для наших белорусов. День независимости – значимая дата. И повод, несмотря ни на какие жизненные сложности сказать себе, в Беларуси есть чем гордиться. Наши отцы, деды и прадеды – пример силы духа и героизма. Поэтому и в наши мирные дни для современного поколения очень важно помнить о своих корнях, чтить своих героев и строить свою сильную и независимую страну. Софья Бережная, Виктор Халявка, Антон Луговкин, телекомпания Бук-ТВ.